Это Subaru Impreza 22B 1998 года, и она по общему мнению считается лучшей заряженной Subaru. Она выпускалась безумно маленьким тиражом, обладая некоторыми особенными деталями и никогда не предлагалась к продаже в Северной Америке. Но вот я в Северной Америке, и сегодня я буду обозревать эту 22B. Перед тем, как я начну непременно, зацените Carson Beats. Это мой новый онлайн-автоаукцион по продаже современных машин для автолюбителей. Мы являемся лучшим местом для покупки и продажи чего угодно крутого, начиная с 80-х годов выпуска. И прямо сейчас у нас выставлены на аукцион в реальном времени всякие потрясающие штуки, как это, и это, и это, и это. Так что зацените Carson Beats, Carsonbeats.com, кликнув по ссылке в описании внизу. Я одолжил эту 22B у зрителей здесь, в Сан-Диего, и я начну с кратких сведений. Subaru Impreza вышла в 1992, и она была популярной компактной машиной. И вскоре она стала успешной раллийной машиной, заработав множество побед в ралли. Чтобы отметить этот успех, Subaru выпустили заряженную версию дорожной импрезы под названием Impreza WRX. Вскоре после этого Subaru сделали еще более заряженную версию под названием STI. И было несколько различных специальных версий, но вот это была лучшая специальная версия 22B, которая предлагалась в 1998. Было продано всего лишь 400 экземпляров в Японии, плюс немного на других рынках, и Subaru утверждают, что они были распроданы за несколько часов после анонса о поступлении в продажу. Это была лучшая импреза для избранных поклонников Subaru. 22B была создана в честь 40-й годовщины Subaru и их продолжительного успеха в ралли. И в ней было множество серьезных изменений по сравнению с любой другой импрезой. Во-первых, у нее был расширенный кузов, поэтому она выглядит совсем иначе. Но дело не только в этом. Еще у нее было больше мощности, подвеска лучше, тормоза получше, турбины побольше и настраиваемое заднее антикрыло. Добавьте это к безумно низкому тиражу, и вы получите лучшую импрезу. В наши дни модели 22B в действительно хорошем состоянии, как эта, продаются за огромные деньги, больше чем за 100 тысяч, или дороже за 25-летнюю Subaru, в то время как притягательность японских коллекционных машин начинает расти. И сегодня я буду обозревать эту 22B и покажу вам лучшую импрезу. Сперва я проведу для вас ее обзор и покажу вам все ее интересные фишки и особенности. Затем я выкачу ее на дорогу и буду водить, а потом я оценю ее по шкале Дага. И если вас интересуют актуальные российские цены на Subaru Impreza, то кликайте по ссылке из описания, чтобы перейти на автору, там есть много вариантов. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности 22B, пробежавшись по некоторым вещам, которыми 22B отличается от обычной импрезы. Или моделей WRX и STI той эпохи, а это значит, что мы начнем с крыльев. У 22B более широкие крылья, чем у обычной импрезы, как спереди, так и сзади. И вы можете видеть, насколько они выступают по сравнению с дверью. Они добавляют более 8 сантиметров к ширине этой машины. Я никогда особо не понимал, что заставляло 22B так круто выглядеть, пока не увидел ее вживую, и полностью не осмыслил, какие эти крылья широкие. Они выглядят потрясающе, это прямо как BMW E30 M3 от мира Subaru с этими расширенными арками, которые были практически таким же, что устанавливались на раллийную машину того периода. Помимо крыльев, 22B получила и некоторые другие изменения кузова по сравнению со стандартной импрезой и даже по сравнению с STI, некоторые из которых видно тут спереди. Одно из них — это капот. Тут не только есть это гигантское назря, которые были у всех заряженных моделей импрезы той эпохи, но еще тут есть два вот этих маленьких воздухозаборника, и их размещение и дизайн уникальны для 22B. И такая же ситуация с передним бампером и областью решетки тут спереди. У всех заряженных моделей импрезы той эпохи было что-то более агрессивное, но у 22B было что-то немного другое. Ее дизайн отличается от других импрез, чтобы ее можно было отличить от менее значимых, более распространенных моделей. И изменения продолжаются вот здесь, где у нас другие диски, чем у стандартных WRX и STI. Фактически это были 17-е по сравнению с 16-ми в STI того времени. Еще тут подвеска получше, у обычной STI уже была подвеска получше, чем у обычной импрезы, но у этой была улучшенная подвеска получше, разработанная Бильштайн для пущего улучшения ходовых качеств и управляемости на гоночном треке. Модели 22B также получили тормоза получше, улучшенные, более крупные, с более высоким останавливающим усилием, и с окрашенными в красные суппортами, обозначающими их лучшесть. И далее мы перемещаемся к задку, где тут сзади есть несколько интересных вещей. Одна это эмблемы, или скорее их отсутствие. Здесь нет гигантской эмблемы Subaru или импрезы вдоль задка. Все, что тут есть, вот этот маленький прямоугольник в углу, на котором просто написано 22B-STI, Subaru Impreza. Это было все, что нужно было сказать. Что касается самого названия машины 22B, верите или нет, не существует подтвержденного объяснения того, что это значит. Хотя большинство верят, что 22 значило двигатель объемом 2,2 литра, а B подвеску Бильштайн. Вот поэтому они ее так назвали, но не было какого-то общего официального объяснения названию машины, и поскольку ей уже 25 лет, реальная причина, вероятно, уже потеряна навсегда. Но это то, что подозревает большинство. Другая вещь, которая есть тут сзади, самая заметная, вот это гигантское заднее антикрыло, которое было уникальным для модели 22B. И другим важным показателем, что то, на что вы смотрите, отличалось от обычной импрезы или WRX. Оно большое, оно настраиваемое. К сожалению, непростым нажатием кнопки в салоне. Вместо этого тут есть эти маленькие винты, которые вы можете заметить. Вы можете настроить это антикрыло под тот тип вождения, который вы хотите. Это значит, что вы не можете сделать это на лету, но если у вас есть предпочтительная конфигурация высоты антикрыла, конкретно для вашего любимого гоночного трека, вы можете его настроить перед тем, как на него выехать. И далее мы перемещаемся под капот 22B, где вы можете увидеть двигатель этой машины, турбированная оппозитная четверка объемом 2,2 литра, но, к сожалению, мы не имеем точного представления о том, какую именно мощность он должен был выдавать с завода. Это из-за того, что все действительно мощные японские машины той эпохи были подвержены кое-чему под названием джентльменское соглашение, когда все японские автопроизводители собрались вместе и заключили соглашение не публиковать никаких мощностных показателей, превышающих 276 лошадиных сил. По задумке для пресечения уличных гонок и быстрой езды и попыток переплюнуть друг друга, у всех японских спортивных машин должно было быть 276 лошадиных сил. Поэтому у WRX той эпохи было 276 лошадиных сил. У STI было побольше всяких доработок двигателя, чтобы ехать быстрее, но при этом у нее было 276 лошадиных сил. И затем 22B получила еще больше доработок двигателя, и сверх этого двигатель большего объема, и при этом у нее было 276 лошадиных сил. Это неизвестно, какой был реальный показатель, но большинство людей думают, что, вероятно, где-то между 300 и 320 лошадиными силами для этой машины 22B, что было много для автомобиля, который весит всего 1300 килограммов. Это почти такой же показатель мощности, как у STI сейчас, но, конечно, за последние 25 лет эта машина набрала много веса с подушками безопасности и прочим оснащением. В дополнение к рассказу обо всех изменениях, которые превратили ее в 22B, я еще хочу обсудить фишки и особенности. И под капотом есть парочка примечательных. Я обожаю эту наклейку, на которой написано «Доработано STI». Видите такую под своим капотом и понимаете, что ваша машина была особенной. Но еще лучше наклейка прямо над ней. Сначала там логотип STI, затем там написано «Fuji Heavy Industries», это родительская компания Subaru, и ниже написано «Аэрокосмическое подразделение». Эта деталь была такой особенной, что она производилась даже не автомобильным подразделением, нет-нет, нам пришлось позвать ребят из аэрокосмического, чтобы ее сделать. Вот такую наклейку круто видеть под капотом, даже при том, что она немного дурацкая. И далее мы перемещаемся внутрь 22B, и я расскажу о фишках и особенностях салона. Начиная с самой заметной вещи, что вы увидите сюда, синих сидений в этой машине. Вот такие крутые спортивные сидения с маленьким отверстием в центре для гоночных ремней. Они удобные, обхватывающие, и удерживают вас в поворотах. Посередине на них написано STI. Мне очень нравится внешний вид этих сидений. Их дизайн очень в духе спортивных сидений Subaru 90-х годов, и они выглядят круто. И далее другой крутой штрих в этом салоне. И внизу центральной консоли находится та самая плашка, которая показывает, что у вас 22B. И вы можете видеть, что на ней даже напечатан серийный номер вашей машины из 400 экземпляров. Как я упомянул, они продали 400 таких в Японии, но еще было выпущено немного и для других рынков Великобритании, Австралия. Однако это все были праворульные рынки, поэтому все 22B были праворульными. Леворульных версий этой машины не существует. И далее, осматриваясь в этом салоне, вы быстро обнаружите, что эта машина необычна, практична для коллекционной спортивной машины, дороже 100 тысяч долларов. Например, здесь есть маленький отсек для вещей над центральными вентоотверстиями. Открываете его, и можете положить туда вещи. Если вы переместитесь на пассажирскую сторону торпеды, там есть два бардачка. Вы можете открыть верхнюю часть, или вы можете открыть нижнюю часть в традиционном месте для бардачка, и положить вещи и туда тоже. Так что здесь есть всевозможные места для вещей. Еще тут есть отсек для вещей справа от рулевого колеса, между рулем и дверью. Вот эта маленькая штучка раскрывается, давая вам еще больше места. Так что тут много различных мест, куда вы можете убрать вещи. Фактически в этом салоне даже есть держатель стакана. На центральной контрольной панели он выдвигается, и вы можете видеть, что это самый ужасный в мире держатель стакана. Он очень хлипкий, не особо глубокий, но он есть для практичности. И стоит заметить, что здесь есть даже второй держатель стакана. Раскройте центральную консоль, и вы можете раздвинуть вот эти маленькие пластиковые детальки в стороны, чтобы получить еще один держатель стакана. Так что вы можете поставить несколько напитков, пока вы едете на вашей 22B. Хорошая, практичная, коллекционная машина. Вместе с тем, здесь внутри есть и менее практичные вещи. Например, часы видно только водителю. Они в приборной панели, и как видите, они очень маленькие, и они в поле зрения водителя, но совсем не там, где бы их смог увидеть пассажир. Стоит заметить, что если пассажир все же захочет узнать время, он может посмотреть в середину и увидеть его на мультимедийном экране, который является единственной нештатной деталью во всей этой машине. Это особенно примечательно, поскольку мультимедийная система думает, что мы в Токио, как вы можете хорошо заметить, в этой тачке мы в Японии. Вот так вы понимаете, что у вас настоящая JDM машина. Когда вы сидите на этой стороне салона, а ваша мультимедийная система думает, что вы в Токио. В этом салоне нужно упомянуть еще пару спортивных особенностей. Одна справа от рулевого колеса есть кнопка подписанная «I, косая, Си, распыление воды». Если вы ее нажмете, она будет временно распылять воду на интеркулер, чтобы его охладить. Если вы на гоночном треке, агрегаты нагреваются, вы можете его охладить для улучшения рабочих характеристик двигателя. Что потрясающе, рядом с этой кнопкой есть кнопка подписанная «Распыление воды авто». Вы можете настроить распылитель воды интеркулера, чтобы он включался автоматически, чтобы когда он определит, что нагревается, он сам опрыскивал интеркулер, и вам не приходилось делать это вручную. А это довольно хорошая функция. Кто знает, действительно ли она имеет какой-то эффект. Другая крутая функция спортивной машины тут внутри, на центральной консоли, где есть маленький регулятор, подписанный CDIF. Этот регулятор позволяет вам управлять степенью ограничения межосевого дифференциала. То есть вы двигаете его полностью вверх и блокируете его, чтобы вращались все четыре колеса, если вы в ситуации с низким сцеплением, или вы можете выкрутить регулятор вниз и направить больше крутящего момента на задние колеса, если хотите, чтобы машина стала более склонной к заносу и дрифту. И в приборной панели есть маленький дисплей, который показывает, на какой именно настройке находится ваш межосевой дифференциал. Как видите, когда я двигаю колесико, на нем меняются показания, так что вы можете точно понять, какое сцепление с дорожным покрытием вы установили для вашей текущей дорожной ситуации. И, кстати говоря, приборной панели, она примечательна своей простотой. Как видите, в ней не так уж и много всего. Очень простая старомодная приборная панель. Благодаря этому все лучше видно. Тахометр прямо в середине, поскольку он важнее всего на гоночном треке. Одна интересная вещь там, как видите, шкала спидометра идет лишь до 180 км в час. Это всего лишь где-то 110 миль в час. Не очень высокая скорость для спортивной машины, как эта. Фактически, владелец сказал мне, что эта машина ограничена при помощи электроники двумя стами километрами в час. А это где-то 120 миль в час. Опять же, не так уж и быстро для такой машины. Но это было довольно стандартно для японских спортивных машин той эпохи, так как японское правительство издало все эти регламенты по скорости в попытке пресечь быстрое вождение и уличные гонки. И далее, другая интересная фишка в этом салоне, это напольные коврики, на которых такой забавный узор из линии, такие плавные линии по всему коврику, очень характерны для 90-х видов. А еще я думаю, что на коврике с водительской стороны этот шрифт, которым написано импреза, нелепый. Это самый не спортивно-машинный шрифт, что я видел в своей жизни. Я подозреваю, что эти коврики те же самые, что они использовали в стандартной импрезе. Вместе с тем, одна вещь, которую они определенно улучшили, это пороги. Раскрывайте дверь и видите этот металлический порог, на котором выштампована Subaru Technica International. Это выглядит очень круто, а во многих современных дорогих спортивных машинах пороги выглядят не так круто, как в этой Subaru. И далее мы переходим к задним местам в 22B. И да, несмотря на тот факт, что это была лучшая заряженная импреза, у нее все же были задние места, потому что по своей сути Subaru практичные. Чтобы попасть на задние места, вы просто складываете переднее сидение вперед, довольно стандартно, но затем перед вами вот эта маленькая пластиковая штука, которая держит передний ремень безопасности. Эта пластиковая штука затрудняет посадку на заднее место, но я упоминаю ее не поэтому. Я упомянул ее потому, что если вы получше присмотритесь, на ней есть логотип Nissan. Не думаю, что эта пластиковая деталь была заменена или модифицирована, а скорее я думаю, что Subaru просто позаимствовали ее у Nissan. Я думаю, они просто позвонили своим приятелям и сказали, «Эй, Nissan! Subaru, да! Как дела?» «Ах, да! Хорошо, хорошо!» «Послушай, а у тебя есть пластиковая штука для ремня на переднем ряду?» «Ах, есть! Ладно, да-да, тогда присылай!» И вот поэтому у нас есть вот это. Но в любом случае, я залезу на задний ряд, как я обычно делаю. Но как только я сюда сел, я быстро обнаруживаю, что тут нет ничего особо впечатляющего здесь. Просто задний ряд, обычный для многих машин 90-х. Тут сзади нет ничего интересного или особенного. Единственная интересная вещь на заднем ряду этой машины, что у владельца тут хранится сопроводительная документация. Все это на японском, поэтому я не могу ее почитать. Но зацените-ка, дополнение к инструкции 22B, это прямо документ, Святой Грааль, который прилагался к импрезе Святому Граалю. Было бы очень круто, если бы я знал, что там написано. И, наконец, возвращаемся наружу 22B за еще некоторыми интересными фишками и особенностями. Одна, вот этот задний дворник, который странный, потому что вы не часто увидите задний дворник на машине с багажником. Они обычно есть только у хэтчбеков, внедорожников, автомобилей с задними дверьми. Но это было вполне обычным делом для японских машин 90-х годов, делать задний дворник на седанах и купе, как это. И вот поэтому у этой он есть. И он может пригодиться. Но этот задний дворник не является моей любимой вещью на заднем окне. Эта честь достается вот этой маленькой наклейке в углу, на которой написано «Быстрая рулежка». Доработано STI. Эта наклейка клеилась на заводе. Субару приклеили ее, чтобы похвастаться своей «быстрой рулежкой» доработанной STI. Спасибо вам, Субару, что сообщили нам. И далее мы переходим к багажнику в 20-бабе. Раскрывайте его, залезайте сюда, и можете видеть, что это просто вполне обычный багажник. Ничего странного, ничего интересного, ничего необычного тут сзади. Просто такой багажник, какой вы ожидаете от импрезы. И честно говоря, во многом эта машина такая, как вы и ожидаете от импрезы. Салон, некоторые части кузова, поворотники, задние фонари, багажник. И тому есть причина, которая, конечно же, в том, что эта машина начала свою жизнь как обычная импреза. Все STI были просто обычными импрезами, которые были модифицированы. Вот это была просто STI, которая была еще больше модифицирована. Поэтому многие вещи просто так и остались от обычной импрезы. Так что эта машина своего рода странная помесь очень редких, особенных элементов и вещей от обычной машины Subaru Econom класса. И, кстати, говоря об STI-штуках в этой машине, я хотел рассказать об эмблемах еще в двух местах. Одно, на переднем крыле есть вот этот маленький значок STI прямо спереди дверей, которые круто выглядят. И другое, в самой передней части есть крышки противотуманок, на которых написано STI. На мой взгляд, это потрясающее зрелище. Северная Америка не получила ни одной модели STI этого поколения импрезы. Так что даже эти маленькие значки довольно крутые, помимо того факта, что это 22B, что, конечно, круче всего. Итак, это фишки и особенности Subaru Impreza 22B. Теперь пора выкатить ее на дорогу и выяснить, как она едет. Обязательно кликай по ссылке из записания, чтобы перейти на автору и посмотреть, почем на сегодняшний день в России можно купить Subaru Impreza. Ладно, веду 22B. И это значит правый руль, что я не особо люблю. Очевидно, это только потому, что для меня это неестественно, как для американца. Я привык к левому рулю, но еще мне не нравится переключать передачи левой рукой. Конечно, я бы к этому привык, но в Штатах не так уж и просто ездить на праворульной машине. Ладно, сейчас немного газану. Она прям быстрая-быстрая. Попробую еще раз. Да, она шустрая. Это очень... О, блин. Вау! Вау! Она просто энергичная и бодрая. И это было очень весело. Я просто доехал по эстакаде на трассу, даже особо не превысило ограничения. Я еду 130 километров, это не так уж и быстро, 70-75 миль. Но я заметил пару вещей. Первое, она шустрая. Она кажется очень-очень шустрая. Это отчасти потому, что у нее почти такая же мощность, как и у современной STI. Но она весит намного меньше, она намного бодрее. Она ближе к земле, у вас больше окон, меньше звукоизоляции, кажется, что все чуть больше на тебя летит и чуть быстрее. Вот это очень круто. Другая вещь, что у этой машины просто исключительное сцепление с дорогой. Я думаю, она даже более цепкая, чем мой Ford GT. Это достигается благодаря полному приводу и короткой колесной базе. В этой машине колеса действительно находятся по углам и полный привод. Подвеска фантастическая. У этой машины пробег 25 тысяч километров, так что на ней особо много не ездили. И управлять ей это улет. Я на трассе на удивление комфортно, на удивление тихо, достаточно просто пользоваться этим, я впечатлен. Эта машина неожиданно шустрая, очень, очень неожиданно. Я не ожидал, что она покажется такой быстрой, но она кажется. даже на пятой передаче, которая в этой машине последняя, она кажется быстрой. Обожаю, как она едет, просто обожаю, как она едет. Я просто без ума от нее, а я не какой-то фанат Субару, и я особо не ожидал, что она мне так понравится, но на ней просто так захватывающе маневрировать, она маленькая, и она живая, и она просто хочет ехать. И я думаю, что самое мощное, что у нас было в Штатах, была импреза 2.5 RS, у которой был атмосферный двигатель мощностью 165, лошадиных сил. И она была шустрой, и она была прикольной, она была маленькой и живой, но проблема была в том, что у нее было не так уж и много мощности, она была не такой шустрой, но вот эта тачка решает главную проблему той машины. Это все, чем была та машина, только с расширенным кузовом, знаете, у нее больше держака, лучше подвеска, и она быстрее, и она более веселая. Если вы смотрите мои видео, вы знаете, что машина такого типа мне нравится больше всего. Такая простенькая, машина 90-х, нулевых, мощностью около 300 лошадиных сил, 993 и 911 NSX S2000, вот это, множество прочих, это мое личное слабое место. Поэтому я от нее без ума. Это правда кайф, и она быстрая. Эта машина веселая, и такая живая, и такая энергичная, я просто чувствую, что она меньше, чем современные машины, что, конечно, так и есть, и ниже, и ощущение скорости острее. И я правда думаю, что это действительно прикольная машина. Итак, это Subaru Impreza 22B 1998 года. В наши дни кажется, что 276 лошадиных сил, это не так уж и много, и многие современные машины с легкостью могут уделать 22B. Но, для фанатов Impreza и фанатов Subaru, она была лучшей машиной. Самые лучшие версии Impreza с ее первых дней в качестве раллийной легенды. Их невероятно трудно отыскать, и я в восторге, что мне выпал шанс провести день с 22B. А теперь пора оценить эту машину по шкале Дага. Начиная с выходной категории Стайлинга, 22B выглядит круто, некрасиво, но определенно волнующе, и, ну, хорошо, и она получает 6 из 10. Ускорение разгоняется с улетом сотен за 4,7 секунды, и она получает 6 из 10. Управляемость острая, на удивление, для машины такого возраста она получает 6 из 10. Фактор веселья, превосходный для такой машины, это полный улет для автомобиля, созданного на базе машины эконом-класса, она получает 6 из 10. Наконец, фактор крутости, она очень-очень крутая. Это лучшая Impreza, увидев такую наказан кофе, люди с катушек послетают, и она получает 8 из 10, доводя итоговую выходную оценку до 32 из 50. Далее, повседневные категории функций, их у нее много, и она получает 2 из 10. Комфорт нормальный для такой машины, и она получает 5 из 10. Качество в порядке, я уверен, они относительно надежны, за исключением всей этой темы с прокладкой ГБЦ, и салон нормальный, и она получает 5 из 10. Практичность нормальная для двухдверной машины с достойным задним рядом, и она получает 4 из 10. Наконец, стоимость, они особенные и редкие, и они только дорожают, но еще они стоят больше 100 тысяч долларов, и это просто немыслимые деньги за Субару, поэтому я пойду тут на компромисс 6 из 10, что доводит итоговую повседневную оценку до 22 из 50. Складываем вместе оценка по шкале Дага 5400, что действительно потрясающе. 22B оказывается вот здесь, среди прочих японских спортивных икон, рядом с вершиной уступает только Supri и NSX среди машин той эпохи, и она сравнивается с STI 2004 года. 22B правда лучшая импреза не только 90-х годов, но вообще. Новая модель, конечно, лучше для повседневного использования и получает более высокую общую оценку, она более практичная, лучше по технологиям, но 22B более веселая, и я думаю, это самая волнующая и когда-либо выпускавшаяся импреза. Перевод и озвучка от студии Exosfera.